Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного поддержанного автомобиля. И герой нашего сегодняшнего обзора это Nissan Juke 2013 года выпуска в кузове YF15. Для Nissan Juke это единственный кузов. Автомобиль появился в 2011 году в конце 2011 года, выпускался до 2020 года, для рынка Японии снято производство на год раньше и пережил один рестайлинг в конце 2014. Различия между рестайлингом и дорестайлингом скорее косметические, больше заметны внешне, по иному оформлению оптики например. Что касается агрегатная база, она существенных изменений не пережила. Данный автомобиль мог иметь вариаторную либо механическую коробку передач, полный либо передний привод и несколько вариантов двигателей. Для нашего рынка все они были объемом 1.6 литра, а бензиновые либо турбо, либо атмосферник. Nissan Juke позиционировался компанией как компакт кроссовер. Он действительно компакт. База Juke на 7 сантиметров короче, чем у Nissan Note, и на 10 сантиметров короче, чем у Qashqai. Так что это действительно очень небольшой городской автомобильчик. Давайте пробежимся по тем моментам, которые надо иметь в виду, если вы собираетесь приобрести себе подобный автомобиль. По традиции в начале ролика пару слов о кузове и качестве покраски. Качество окраски у Juke на самом деле очень и очень достойное. Только на машинах первых партий в 11-12 годах встречалось отслоение краски в основном по стыку передних крыльев и переднего бампера. Но, к их чести будет сказано, двойная гальнованическая оцинковка кузова, в общем-то, позволяет даже появляющимся сколам долгое время оставаться нетронутыми. То есть ржавчина и жук это два понятия достаточно друг от друга далеких. Возможно, в будущем, когда пройдет еще лет 5-7, мы и увидим гнилые жуки. Но пока на данный момент времени большая часть этих автомобилей, конечно, разумеется, за исключением очень сильно битых и кустарно восстановленных, демонстрирует очень хорошую стойкость к коррозии. Здесь жирный плюс. Переходя к осмотру подкапотного пространства автомобиля, необходимо коротенько упомянуть о месте расположения основного винномера на кузове. Дублирующий находится в окошке в левом нижнем углу лобового стекла. Основной вин на Жуке выбит на передке на моторном щите. Находится он под пластиковой накладкой. Вы ее снимаете, заглядываете внутрь и, собственно говоря, видите ваш вин. Что касается номера двигателя, подробно останавливаться на месте его расположения мы не будем, поскольку и на атмосферном, и на турбоварианте номер двигателя выбит на отливе блока цилиндров со стороны коробки передач и виден без всякого специнструмента. Единственное, что на турбомашине доступ к нему более замороченный. Теперь поговорим о двигателях, которые могли устанавливаться под капот Nissan Juke. В нашем случае у нас атмосферный мотор объемом 1,6 литра мощностью 117 лошадиных сил. Это двигатель HR16DE, четырехцилиндровый рядный, блок алюминиевый. Привод ГРМ на данном двигателе выполнен цепью и для атмосферного мотора срок службы этой цепи, в принципе, равен самому сроку службы двигателя. То есть цепь выхаживает свыше 200 тысяч километров до 250. Растяжением своим она вас беспокоить не будет. И, в общем-то, атмосферный двигатель весьма и весьма надежен. На автомобилях первых партий были проблемы, и дилеры устраняли ее по гарантии, когда вылетало реле зажигания, то есть маленькая релюшка, машина глохнет и больше не заводится. Замена реле ситуацию спасала. Но на нашей практике за 4 года жуков с подобной проблемой мы не встречали. Так что случаи это, скорее всего, не массовые. Двигатель HR16 также неприхотлив к качеству топлива. Работает он на 92-м бензине. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, в данном случае мы имеем муфту фазовращателя, которая стоит на впускном распредвалу. И, пожалуй, все. Двигатель простой, ресурс мотора в нормальных условиях эксплуатации. Если вы регулярно меняете масло раз в 7 тысяч километров, используете нормальные масла, двигатель способен выходить порядка 200 тысяч километров точно. Что касается расхода масла на угар на данном моторе, сама компания устанавливает норму порядка 500 миллилитров, то есть пол-литра на тысячу километров пробега. На практике, да, встречаются машины, которые на 80-120 тысяч километрах уже имеют залегшие маслосъемные кольца и начинают подъедать масло усиленными темпами, но это скорее относится к тем автомобилям, которые не получали регулярного обслуживания, то есть и где масло в двигателе менялось по какому-нибудь дилерскому регламенту из серии 10-15 тысяч километров пробега. На большинстве автомобилей атмосферных с расходом масла все в порядке. Вряд ли можно относить к характерным болячкам именно данного мотора свистящий ремень привода вспомогательных агрегатов, который время от времени надо менять, это может произойти и на любом двигателе, как и отказ, например, катушки зажигания, также единичные случаи бывали. Особенностью данного мотора можно назвать электронную дроссельную заслонку и ее чувствительность к холоду, то есть если вы где-то едете долгое время в очень холодную погоду по трассе и обнаружили, что машина начинает как-то не так реагировать на педаль газа, потом может загореться чек. Мой вам совет, остановитесь и прогрейте подкапотное пространство, дроссель отогреется и снова начнет корректно работать. К сожалению, есть такая особенность у данного автомобиля, хотя вопрос на том, насколько вообще ЖУК подходит для выездов в арктические холода на дальние расстояния, очень-очень дискуссионный. Что касается каких-либо течи и масла, характерных для данного двигателя, это также встречается очень и очень редко. В основном, если где-то и есть подтеки, то это поддон самого двигателя масляный, в связи с тем, что сидит он только на герметике, прокладок там нет, соответственно, этот герметик время от времени приходится обновлять. Теперь пара слов о более мощном 190-сильном агрегате. В данном случае мы говорим не о турбированной версии этого двигателя, турбомотор это совершенно другой мотор, серия у него также другая, называется он MR16DDT. Суффикс DD в обозначении двигателя Nissan обозначает, что на двигателе применяется прямой впрыск топлива, соответственно, у вас есть насос высокого давления и высокого же давления форсунки. T это, соответственно, турбонагнетатель. Соответственно, двигатель с турбиной логично более требователен к качеству используемого топлива. Это минимум 95-й бензин, лучше 98-й. Турбина, забегая вперед, на удивление, живуча на этих машинах. Выход ее из строя ранее чем 180-200 тысяч километров, это достаточно большая редкость. Турбина ходит. Сюрприз на турбомоторе, это неожиданно небольшой ресурс цепи ГРМ, особенно первых ревизий. То есть на первых автомобилях цепь ГРМ могла начать греметь уже на пробеге порядка 30-50 тысяч километров. Прочность цепи явно была рассчитана с ошибкой. Компания Nissan выпустила уже 5 ревизий этих самых цепей. С каждой новой ревизии цепи усиливались. Соответственно, на последних ревизиях цепь уже вполне способна выходить порядка 100 тысяч километров до замены. То есть если на атмосферном HR-16 цепь ГРМ никаких проблем вам явно не доставит, то на турбоварианте не лишний будет при покупке поинтересоваться у предыдущего хозяина, делал ли он что-то, с цепью менял ли, либо это возможно ляжет уже на вас. К преимуществам двигателя MR16 DDT, турбового по сравнению с атмосферой HR-16, также стоит отнести более прочную поршневую группу с большим ресурсом в целом. Также следует отметить, что турбомотор в данном случае имеет свои особенности при холодной эксплуатации, также при длительной езде по трассе. Бывали случаи, когда перехватывало систему вентиляции картерных грязов и двигатель выплевывал щуп, забрызгивая под капотку маслом. Каких-то критичных последствий для мотора это не имеет, но тем не менее особенность такая есть и надо иметь это в виду, если вы отправляетесь на жуке в очень сильный мороз на дальнее расстояние. Также если вы приобрели себе автомобиль с турбомотором и сталкиваетесь с неровной его работой, либо с тем, что он пытается глохнуть или глохнет на холостых оборотах, то помимо прочего в первую очередь обратите внимание на корректную работу датчика давления наддува. На машинах до 2012 года датчик давления наддува в общем-то тоже был слабым местом. Также к особенности и HR16 и MR16 относятся то, что ни один, ни второй двигатель не имеют гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно в случае, если мотор у вас начал работать шумно, клапана зазвучали, регулировку придется выполнять ручную подбором толкателей. Регламент этой процедуры от 80 до 100 тысяч километров пробега. Теперь поговорим о коробках передач. Если говорить про жук, здесь могло стоять два варианта механической коробки RS5F 5-ступка и RS6F 6-ступка. Эти коробки ставились только на автомобиле с передним приводом, 5-ступка на атмосферник, 6-ступка на турбовариант соответственно. Проблем с коробками особо нет, бывает со временем разбалтывается кулиса, переключения становятся менее четкими, иногда может начать подвывать подшипник первичного вала, особенно у людей, которые не злоупотребляют частые замены масла в механической коробке. Делать это конечно же нужно. Больше каких-либо особых проблем с механиками на жуках нет. Что касается вариаторных коробок, на атмосферном и на турбомоторе вариаторы стоят разные. На турбодвигателе стоит старинный вариатор фирмы Jatco, появившийся еще в 2006 году GF-011, который к моменту, когда попал на Nissan Juke, уже был вылечен от большинства детских болезней. Данная коробка при условии регулярной смены масла раз в 40 тысяч вместе с фильтром и умеренного режима эксплуатации автомобиля, то есть не подчеркнуто гоночного и не на бездорожье, способна выходить порядка 200 тысяч километров до переборки. Это, пожалуй, самый оптимальный выбор. Если говорить про переднеприводный ЖУК, то там стоит более современная коробка JF-015. Но надо иметь в виду, что по сравнению с 11 коробкой, 15 она более, скажем, сложная технически, конструкция там несколько иная и общий ресурс этой коробки будет чуть-чуть поменьше. Однако в данном случае спасает ситуацию то, что и мощность атмосферного мотора существенно ниже, чем турбо. Соответственно, чтобы угробить вариатор на ЖУКе, самое основное, чем сразу следует заняться после покупки, это стартами со светофора. Вариатор на переднеприводных машинах крайне чувствителен как к длительной пробуксовке, так и к ударным нагрузкам. То есть, когда, например, вы с буксующими колесами вылетаете с ледяного покрытия на асфальт, где машина ловит зацеп и трансмиссия получает хороший удар. То есть, в режиме газ в пол коробка на ЖУКе на самом деле оправдает все слухи о себе и благополучно ляжет на ваш кошелек неподъемной финансовой ношей. Но если вы будете также регулярно менять масло и эксплуатировать автомобиль в более размеренном темпе городского движения, то, в принципе, и JF015 будет жить у вас до где-то 150-180 тысяч километров. Опять же, режим эксплуатации для каждого конкретного автомобиля был индивидуальный, поэтому при покупке автомобиля в обязательном порядке проведите тест-драйв, хотя бы обратите внимание на то, чтобы при езде не было каких-либо дерганий, плавающих оборотов и так далее. То есть, коробка у вас работает корректно. Ну и не лишним, конечно, будет провести специализированную диагностику вариатора на профильном СТУ. Но все-таки, если вы очень сильно боитесь вариаторной трансмиссии, при этом достаточно спокойно относитесь к перспективе работать левой ногой при переключении передач, советую присмотреться к версии с механической коробкой. В версии с механикой ломаться практически нечему, если вы берете ЖУК на долгое время и планируете его под очень большие пробеги, то, возможно, механическая коробка будет правильным выбором, особенно в сочетании с турбомотором. Разгон такой машины до 100 км в час укладывается в 7,8 секунды, что очень-очень даже неплохо. Переходим к осмотру автомобиля на подъемнике. В первую очередь, как и на любом другом автомобиле, обратите внимание на то, чтобы двигатель был сухой не только сверху, но и снизу. Обратите внимание на поддон двигателя. В данном случае у нас установлена защита, но, в принципе, через нее видно, что никаких подтеков и течей в данном случае там нет. Что касается каких-либо характерных проблем по нижней части, так же, как и на Nissan Tida, Nissan Note с теми же самыми HR16. На данных машинах характерны прогары прокладок как приемной трубы, так и, в принципе, на сочленениях выпускного тракта. Если автомобиль у вас внезапно обрел спортивный характер, начал громко рычать на средних оборотах, значит, пришло время все-таки поменять уже прогоревшие прокладки. Встречается это на совершенно разных пробегах и достаточно нередко. То есть, ну, прокладки недорогие, замена также довольно бюджетная. То есть, какой-то глобальной проблемы это из себя не представляет. Что касается рулевого управления рулевой рейки, на жуках рейка электрическая. Проблем каких-то особых она не доставляет. Да, как и на любом другом автомобиле попадаются жуки уже со стучащей, просящейся в ремонт рулевой рейкой, но рейка совершенно обычная, спокойно чинится. Чаще даже, чем рулевая рейка, владельцам жука досаждает неприятный достаточно, по ощущениям, как будто пластиковый стук в рулевой колонке при проезде особенно мелких неровностей. То есть, например, вы едете по гравийке и чувствуете четко в руле маленькие ударчики. Ну, как правило, это уже износ шлицевой непосредственно самого рулевого вала, и в данном случае вал можно либо попробовать отремонтировать, либо поменять его в сборе. Вот это встречается намного чаще, чем непосредственно выход рейки из строя. Что касается передней подвески, на жуках использована подвеска схемы McPherson, она достаточно ресурсная. Первыми, как правило, выходят из строя к пробегу 40-60 тысяч километров опорные подшипники, стоек, которые возвещают о себе характерным похрустыванием. Подшипники меняются, и вы эксплуатируете автомобиль дальше. Ресурс самих амортизаторов порядка 100-120 тысяч километров пробега. Передние рычаги сайленблоки также выхаживают около 100 тысяч в зависимости от режима эксплуатации. Шаровые опоры здесь официально не меняются отдельно, они запрессованы в рычаг, хотя когда это было для кого препятствие. Ресурс шаровых также порядка 100-130 тысяч километров. Если вы взяли автомобиль на тест-драйв и при проезде неровности вы слышите глухой стук снизу, то при осмотре обратите внимание на состояние сайленблоков подрамника. То есть глухой стук свидетельствует уже об их закритическом износе. Соответственно, имейте в виду, что вам придется, возможно, их менять. Также, если при тест-драйве, когда вы смотрели автомобиль, вам показалось, что при работе двигателя уровень вибрации несколько избыточен, обратите внимание на состояние, собственно говоря, задней опоры двигателя. Она на этих машинах, как правило, выходит из строя первой. Что касается задней подвески Nissan Juke, если автомобиль переднеприводный, то в задней подвеске используется схема с балкой, практически вечная, где есть разве что сайленблоки самой балки и маленькие сайленблоки на амортизаторах. Если же вы смотрите полноприводную машину, сзади там будет многорычажка, количество сайленблоков будет побольше, но по своему ресурсу на жуках задняя подвеска не слишком-то уступает, в общем-то, балке. То есть 120-140 тысяч километров пробега, она выходит. Единственная особенность, с которой придется смириться на морозах, задубевшие сайленблоки ваши многорычажки, могут какое-то время при езде поскрипывать. То есть патологией это не является. До появления стуков лазить туда особо не придется. Что касается системы полного привода на Nissan Juke, если бы она была здесь установлена, система достаточно надежная. Здесь используется индивидуальная муфта блокировки на каждую полуось. То есть одна и вторая стороны могут получать разную пропорцию крутящего момента, в зависимости от условий дорожной ситуации. Это позволяет, прежде всего, добиться крайне интересной управляемости для данного автомобиля. И максимальный крутящий момент, который может перебрасываться назад, это ровно 50% от мощности мотора. В нормальных условиях, когда вы движетесь по ровной дороге и не возникает какой-либо пробуксовки, Juke у вас всегда будет переднеприводным. То есть на заднюю ось, на задние колеса не будет приходить вообще ничего. Но как только где-то возникает пробуксовка, соответственно, электроника сама будет перераспределять момент не только между передней и задней осью, но и также между задними колесами индивидуально. Но, несмотря на все ухищрения системы полного привода, даже водовый Juke это далеко не внедорожник. В данном случае клиренс 18 см, чуть больше обычного легкового. И Nissan Juke прежде всего предназначен для движения по городу в каких-то сложных метеоусловиях, а не для штурма распаханных полей. Также при осмотре на тест-драйве Nissan Juke, который вы смотрите для себя, обязательно обратите внимание на некоторые моменты, которые очень часто встречаются на Juke. На Juke устранение этих моментов стоит денег и, соответственно, затрат по времени. Первое, на что стоит обратить внимание, это на работу, корректную работу климатической установки автомобиля. Первое. На Juke достаточно нередко начинает свистеть, работать с посторонними звуками мотор отопителя. Соответственно, покрутить его по всем позициям. Он не должен свистеть, выезжать и так далее. То есть, хоть моторчик печки здесь можно поменять отдельно, что относительно бюджетно, но его виск будет свидетельствовать, как минимум, о необходимости разобрать и почистить этот узел. Второй момент, более дорогостоящий в устранении, касается распределения воздушных потоков, а вернее заслонок распределения воздушных потоков. Обязательно пощелкайте климатическую установку по всем положениям, включая обдув на стекло, и проверьте, чтобы воздушные потоки у вас перераспределялись вслед за индикацией на панели управления климатом. Если вы наткнулись на машину, где климат работает, например, только в одном положении стекло и ноги, а переключение по режимам никакого эффекта не имеет, то, соответственно, вы, скорее всего, попали, как минимум, на ремонт заслонок регулировки воздушных потоков. Еще два момента, на которые стоит обращать внимание, это состояние подрулевого шлейфа. На жуках, как и на кашкаях, это достаточно уязвимое место. На машинах с пробегом 120-160 тысяч километров шлейф или уже поменен, или уже, возможно, на замену скоро попросится. Проявляется это как в виде посторонних звуков при вращении руля, щелчков, скрипа и так далее. Так и банально у вас не работают кнопки, либо часть кнопок на руле. В обязательном порядке проконтролируйте, если у вас есть управление круиз-контролем, чтобы он у вас функционировал, управление переключением дисплея борт-компьютера, кнопки управления магнитолой. Ну и, естественно, не должна гореть на панели приборов сигнальная лампа подушек безопасности. И еще одна совершенно безопасная, но, тем не менее, доставляющая определенный дискомфорт, особенность жуков, ну, как и кашкаев, как и икстрейлов, это пыльник рулевого вала. Проявляется это характерным ниссановским фирменным скрипом при вращении руля. Вот таким. И лечится это закладыванием дополнительной смазки внутрь этого пыльника, между резиной и металлом, до момента, когда она снова подсохнет. То есть процедура смазывания этого пыльника, она достаточно регулярная, и со временем войдет у вас в ритуал. Смазку крайне желательно использовать влагостойкую и морозостойкую. Ну, вот и подошел к концу наш сегодняшний обзор. Если он был вам чем-то полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите, какие еще автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok